Всем привет, друзья! С вами Гамилькар Барка. Это первый рим. Let's play за империю селивкидов 54 серия. Желаю вам всем приятного просмотра. Эту серию мы начнем с битвы против Парфян. Битва рядом с городом Думата. Мы, собственно говоря, этот город осаждаем. Мы, судя по всему, это последний город под контролем фракции Парфян. Некогда великая мощная Парфия сейчас борется за свое выживание. Но, собственно говоря, делать нечего. Мы должны здесь идти в битву и добивать Парфян. Коль уж начали с ними эту войну, нужно ее завершать. Собственно говоря, у нас вот такой вот этот парень Дату-Вахия из-за Гераты. У него весьма мобильная армия, много конных лучников. И в городе сидит два генеральских отряда. Это, собственно говоря, вся парфянская знать, судя по всему. Если даже нам удастся убить этих двух товарищей. Хотя нет, троих надо убивать, да, чтобы фракция погибла. Ну ладно, друзья мои, посмотрим, как у нас будет складываться бой. В любом случае, это может быть очень важная битва, потому что после нее, судя по всему, весь Восток перейдет под наш контроль. И фракция в Парфии будет ликвидирована. Отправляемся в битву. Начинаем размещение войск. Собственно говоря, мы в обороне, поэтому будем играть весьма осторожно. Но, в принципе, есть такая вещь. Первая армия, она очень мобильная, но у нас есть много конниц. У нас есть верблюды, наши дротики и есть арабская. Плюс есть генерал. Да, поэтому, в принципе, против первой армии можно попробовать и борзануть. Начинаем битву. И вот этой конной массой всей движемся на фланг. И, собственно говоря, пехот тоже подтаскиваем. Бьем лучников. Бьем. И сюда атакуем. Этими двумя отрядами будем сейчас это все дело прикрывать. Удастся поймать, интересно? Ну, вот здесь поймали. Хорошо. Убьем. Хорошо. Убили один отряд. Пехотой давайте поддавим. Так. Атакуем. 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 И здесь заходим в тыл. Здесь бьем. Помогаем. Там наши поймали одного. Блин, испугались. Ну, ладно. Там сейчас арабская, если сможет, зайти. Ой-ой-ой. Здесь уходим. Здесь нежелательно. Здесь заходим в тыл. Здесь бьем арабской. Здесь помогаем. И здесь бьем в тыл. Там арабская сейчас догонит. Хашку, да, догнала. Здесь в бутерброд такой зажали. Так, вот здесь можно ударить, в принципе. Так, здесь бьем в тыл. Здесь бьем в тыл. Даем дудку. Стоят просто очень стойко крестьяне. Это очень странно. Почему крестьяне так стойко сражаются. Все, здесь опрокинули. Хорошо. Заходим. Бежим. Бежим. Здесь бежим. Арабскую возвращаем. Бегом, бегом, бегом. Ну и все. Дрогнул. Еще один отряд. И фактически остается добильно. Только. Генеральский отряд Парфян. Все, пускаем копья. И атакуем. Семь человек там осталось в генеральском отряде. Ну и все. И он тоже испугался. И погибает. Судя по всему, это конец для Парфян. Парфян, да? Кто у них еще остался? Вот этот не убегает. Житель холмов. Доблестно сражается. Хашка остается. Давайте Хашку тоже поймаем и убьем. Арабская конница, она очень быстрая. И она, в принципе, Хашку может поймать и убить. Если она сейчас не отступит. Нет, не отступила. Мы ее поймали, ликвидировали. И она убежала. А, там еще и... Бля. Забыл про вторую армию. Ладно. Разморачиваем. Достаточно много ресурсов. Я вытратил на эту первую армию. Ставим обычную скорость. У восточных пехотинцев. Вот сюда. Вот этот огрызок убираем в тыл. Потому что он особой пользы нам не принесет. А вреда от него может быть очень много. Потому что он может посеять панику в наших войсках. А это нежелательно. Конница очень мало осталась. Но она есть. И это хорошо. Два отряда катафрактов. Сможем ли мы их победить? Это будет очень тяжело, парни. Это будет очень тяжело. Но мы постараемся. Бежим. Так. Ну что ж. Давайте подойдем. Тогда тоже навстречу немножко. Подбегаем тоже. Здесь находимся рядом. Здесь опускаем копья. И они атакуют нас в лоб. Давайте поможем. Здесь заходим в тыл. Здесь атакуем. Здесь заходим в тыл. Здесь бежим. Здесь арабскую выдвигаем. Здесь бьем. Здесь бьем. Здесь арабскую. Здесь бьем. Здесь бьем. Здесь берблюды. Бежим, бежим, бежим. Очень быстро все делаем. Поддадим дудку. Удар. По катафрактам. У меня уже два отряда испугалась. Убежала. Двадцать семь человек остается в генеральском отряде. Здесь остается шестнадцать. Нашего генерала выводим. Нашего генерала выводим. Так, его нужно завести с другой стороны. Сколько осталось? Двадцать здесь. Двенадцать. Охренеть. Так, давай сюда, обратно в битву. Еще один отец испугался. Это жесть. Бежим. В бой. Или из боя. Шестнадцать человек. Здесь осталось десять человек. Но они тащат бой. Не тащат бой. Так, давайте пробовать. Ладно, сдаваться не будем. Погибает наш полководец. Очень печально. Очень печально, да. Судя по всему. Проиграем, да, битву? Существует такая вероятность, и она очень высока. Но сдаваться не будем. Давайте посмотрим. Может, сейчас эти ласка частично остановится, и удастся как-то. Изменить ход битвы. Потому что все-таки очень... Нет, не удастся нам. Ладно. Итак, друзья, первое поражение за очень-очень много серий. Давно такого не было. Ну ладно. Ладно. Тем интереснее, я думаю, будет нам дальше. Так, строим здесь башенку. Все, я и дальше атакую вот эту армию, осаждающую сего итоги хода. Казна минус 10 тысяч. Иральческая смерть. Коэн. Сообщение. Острадис. Так, мне интересно посмотреть здесь. Что здесь за корабли? Три штуки. Ну-ка, давайте атакуем их. Безоговорочная победа. Есть возможность высадиться. Отлично. Высаживаемся. Отлично. Атакуем теперь сиракузы. Строим башенки, лесенки, таранчики. Есть возможность наемников взять. Давайте возьмем. Все. Отлично. Хорошо. Так, корабли давайте отправим обратно в порт. И здесь заберем капу, наконец-таки. Атака. Авторасчет. Безоговорочная победа. И капу я наша. Ликвидейшн. Казна плюс 17 тысяч. Ремонт. И давайте посмотрим, что это нам дало. Так, углубляемся постепенно в римские владения. Колесницы сразу переобучаем. Три штуки. Их надо переобучить. Нанимать мы здесь можем все, да. Это круто. Давайте построим дорогу. Сопротивление подавлено капу я. Так, пехоту остановим частично вот так. Ну, должен признаться, потери не такие уж большие. Это очень круто. Пойдемте, только один отряд пехоты нам нужно переобучить. Сейчас вот это 43. Эти две лошади можно переобучить. В принципе, даже колесницы можно вот так вот. Переобучить. Хорошо. Так, эти лошади тоже. Мечникам, копейщикам нам предлагают перековать мечи. Давайте сделаем. Ничего страшного в этом нету. Так. Хорошо. Давайте пока посидим в городе и найм. Надо нанять кого-нибудь. Давайте возьмем пехоту сюда в город. В гарнизон. Отлично. Здесь разобрались. Так, войска. Почему они нанимаются? Не понял. Раз, два. Дайте третья колесница. Пускай будет. И пару отрядов пехоты. Отлично. Здесь что? Так, блин. Здесь вообще не надо... А, нанимаются три отряда. Да. Хорошо. Ладно. Понятно. Здесь наши войска переобучились. Вернулись. Теперь садимся... Ну, опять садимся. Объединяемся. Так. Давайте найм отменим. Возьмем побольше пехоты сюда. Чисто, чтобы народ не буянил. Наемники есть. О, давайте наемника возьмем. В город зашлем. Отсюда можно кого-нибудь туда отправить? За один ход. За один ход, блин, никто не дотягивается. Так что, извините. Так, здесь построим вышеку одну. Пац. И две. Так, наемники, да? Да, пельтостеры. В принципе, пельтостеры можно отправить в... Вот этого вот сюда. И этого сюда. От пельтостеров особого толка нету. Так что давай, пускай они идут. Помогают. Поддерживать общественный порядок. Теперь, это у нас Тигранчик, да? Тигранчик сейчас заходит в город. Значит, из города мы выводим какие войска? Так, вот эту всю пехоту сюда. Вот этого сюда тоже. Этих двух парней. Коляски переобучены. Хорошо. Вот эту коляску тоже сюда. Три колесницы получается. Дротикову кавалерию. Отлично. И Тигранчиков в город. На переобучение. Бам-бам. И конницу. Вот этих лучников, в принципе, можно сюда. Отлично. И движемся. Так, фалангитов пять штук нам надо сюда. Хорошо, теперь решаем вопрос с Думой. Надо заканчивать, надо брать этот город. Это у нас новый генерал. Короче, его имя прочитать очень тяжело. Мне нужна колесница. Неужели нигде нет колесниц? Нет, и нанимать ее не можем. Сейчас чисто ради одного города строить какие-то там кузницы не хочется. Так, ладно, армия. Давайте соберем стэк. Значит, что мы здесь видим? Раз, два, три, четыре, пять отрядов дротиков и кавалерии. Это гуд. Наймем, чтобы они не бунтовали. Что отсюда еще можно взять? Пехота. Пехота здесь никчемная. Брать ее мы не будем. В Сузах есть пехота. Ее мы, собственно говоря, и возьмем. Два отряда рекрутов-копейщиков. Они очень неплохо себя показывают против тяжелой конницы. Такой, как это фраг. Ну и генерала тоже. Собственно говоря, давайте зашлем туда. Блин, это был не генерал. Вот он генерал. Наемники есть тут. Да, восточные. Здесь. Тоже восточные. Хорошо. И объединяемся в Сузах. Давайте поставим низкий налог. Да, все, они успокоились. И возьмем туда фалангитов. А, нет. Да, вот фалангиты вот эти вот. Пять штук. Замечательно. Что у нас в объединенной армии? Два отряда восточных пехотинцев. Генерал. Три отряда фаланговой пехоты. И пять отрядов дротиков. Эй, не фонтан, конечно. Но, в принципе, я думаю, мы здесь их неплохо потрепали. И этого, в принципе, должно хватать. В теории, да. Надеюсь, что и на практике этого будет достаточно. Так, ты же куда должен был идти, чувак? Ты должен был идти в армянские земли. В Артаксатру. Тогда давай иди туда. Что ты тупишь? Так, здесь движемся. Продолжаем искать город. Тут видим скифскую армию, но она какая-то ущербная. Ладно, давайте каменные стены построим. И наймем... Кого наймем? Два лучника пускай будет. Хорошо. Так, здесь не можем ничего сделать. Здесь высадились. Движемся. Ладно, закончим ход. Посмотрим, что будет происходить. Ой, про этого парня забыл. Но ничего страшного. Осадились. Блин, забыл про телесу. Но это не важно. Мы там переобучились. Мятеж, Аполлония. Ставим низкий налог. И найм войск. Все, мятеж закончился. Мятеж Некомидий. Вы что, охренели? А почему в Некомидии мятеж? Давайте низкий налог вам поставим. Аланья в осаде Скифы. Поселение в осаде Тилисов. Фракийцы. Агент разоблачен. Объявление. Фессалоники. Так, давайте еще здесь построим храм. И отремонтируем рынок. Замечательное сообщение о найме войска. Давайте посмотрим, сколько у меня вообще провинций, друзья мои. 42 провинции. Прекрасно. 42 провинции. Это круто. Так. Сейчас будем воевать с домом брутов. С последним их стэком. Блин, а тут оказывается не все так просто. Атакуем, что говорит авторасчет. 2 к 1. Блин, да у меня 1500, у них 400. Ну как так? Понятно, почему они такие цифры показывают. Ладно, отступим пока. Да, друзья, да, друзья. Блин, вроде бы мы уже совсем-совсем тютелька осталось для победы. Но ситуация накаляется. Посмотрите на эти стэки. Они напирают на торрент. Они не хотят отдавать нам сиракузы. Везде восстание. Еще и фракийцы эти сраные создают проблем нам. Ладно, думаю, на этом закончим нашу очередную серию. Достаточно интересная была. Посражались немало. Проиграли битву под Думой, но скоро туда... О, а кстати, мы армию не полностью потеряли, кстати. Хотя вот эти два отряда отправим на переобучение, а вот это вот все... Это вот все шобла. Ну не знаю, совсем надпускай остается. В принципе, вот этих распустим. И этих распустим. Этих передадим сюда. Пускай будут. Ладно, друзья мои, я думаю, что на... Так. Объединяемся. Объединяемся. Все, объединились. И движемся. Все, по всему, у Парфян нету денег на найм каких-то новых толковых войск. Ну, это, собственно говоря, их проблема. Ладно, друзья мои, на этом точно заканчиваем нашу очередную серию. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Гамиль Карбарк. Надеюсь на ваш лайк, на вашу подписку, если вы еще не подписались. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу нашего летсплея. Ну и, конечно же, ссылка на мои соцсети и инстаграм вконтакте находятся в описании к ролику. Переходите, подписывайтесь. Всем буду рад. До скорых встреч. Пока-пока.